Яков Зусманович вас спрашивает, действительно ли Фишер не захотел с вами встретиться, находясь в одной из квартир семейства Полгор в тот же день и час, когда... Ой, Ваня, вопрос понял. В одной квартире неправда, а на одном этаже правда. У Полгор было две или три квартиры в одном доме. Мы занимали Сьюдит, Жужа, Анатольский. Я готов, но на этот момент уже лежал, и я знаю, что они начали с Фишером общаться. Причем это общение тоже началось в премьер. Это, по-моему, после матча с Паском, когда мы где-то гуляли, пришли домой, а там телефонное сообщение от Фишера. То-то, то-то, мое имя был Фишер, I want to meet you, и так далее, к ним. И Юзит, я помню, от радости просто подпрыгнула на мета, довольно ловко, когда я это услышал. Они стали встречаться, но потом, после этого промежутка времени, реально только Жужа продолжала общение, потому что, думаю, что Фишер в этот момент был на теме антимитизма, совершенно сошел с ума. И он это говорил и им, и это, что вы, ну, стандартная формула, вы хорошие, а остальные плохие. Но насчет меня, мне Жужа говорит, слушай, а хочешь, пойдем куда-нибудь в бар, там, с Фишером попьем пивка? Нет, 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 я говорю, давай. Ну, я только должна у него спросить, ну, в соседней квартире, я должна спросить. Она за, ну, идет, спрашивает, потом, знаешь, говорит, он что-то как-то не очень, не очень ходит. А ты правда помнишь все его партии? Ну, я бы когда-то понял, теперь не помню, но уж точно не буду ему показывать его же партия. Но я уже даже, честно говоря, не помню, это я вывел формулу, или как бы она возникла сама собой, что я представил самое худшее, что есть человечество для Фишера в этот момент. Я был бывший советский шахматист, еврей и живущий в Израиле. Это для него была смертельная комбинация, но когда-то это был мой первый такой громадный кумир, действительно. Восхищался, изучал, все под него, но не сотвори себе кумира, так говорят нам библейские рекомендации.